На очередном заседании областного законодательного собрания ульяновские парламентарии рассмотрели поправки в законопроекты. В первую очередь обсудили расширение мер поддержки для участников спецоперации и их семей. Это категория добровольцев, которые заключили контракт на выполнение задач, которые поставлены непосредственно перед Министерством Вороны и Росгвардией, а также наше следственное управление, следственное комитет, который работает в нашем регионе. Мы завершаем в полном объеме и семьи, дети, родители, супруги имеют право получить такие же льготы, которые получают и другие категории. Сотрудники следственного комитета, участвующие в СВО, также вошли в перечень получателей льгот. Их родственники и супруги не будут обделены. Соцподдержка гарантирована. Будет зависеть именно от вида льготы. То есть у кого-то это детское питание, у кого-то это в лагеря направление. То есть вот трудно посчитать среднюю стоимость льготы, но обязательно полное обеспечение положенных льгот будет исполнено в полном объеме. Проект закона приняли единогласно. Мера социальной поддержки получит 130 людей из указанных категорий с перерасчетом с 1 января этого года. В региональном бюджете уже предусмотрено дополнительно около 8 миллионов рублей, в том числе более 3 миллионов на оказание помощи детям. 4 миллиона направят на нужды родителей и супругов участников СВО. Виктория Черкова, Анатолий Рассохин. Управда ТВ.